Сегодня действительно прошла встреча с представителями политических партий. Для нас, для КПРФ очень важными являются задачи контроля над выборным процессом. Действительно были очень такие весьма тяжелые предыдущие выборные кампании. В этот раз мы приняли приглашение, мы участвуем во всех этих мероприятиях. Очень меня положительную сторону настраивает тот момент, что будет единый центр, куда будут допущены представители политических партий по контролю над выборами. Там были наши коллеги из других парламентских и непарламентских партий. Чтобы мы лично, наши товарищи наблюдали за ходом голосования, соответственно выводы делали. У нас сегодня план проведения встречи состоял из двух пунктов. Повестка дня это о рекомендациях межрегионального образовательного семинара по организации выборной кампании. Там были какие-то нововведения, определенные моменты. Да, действительно мы по линии даже своей партии знаем, что в федеральном законном выборах есть ряд изменений. Ну и для нас, конечно же, ключевым вопросом. Хорошо, что в Туве нет для нас, как для коммунистов, дистанционного электронного голосования. Сегодня на этой встрече этот вопрос поднимался. Мы считаем, что до этого всего лишь три региона использовали электронное дистанционное голосование. Сейчас будет семь субъектов федерации проводить, но Тува пока в это не попала. Мы лично представители КПРФ этому рады, поскольку у дистанционного электронного голосования есть определенные недостатки. Одно из них это невозможность его проконтролировать. То есть мы за цифровизацию, за развитие технологий, для того, чтобы у избирателей было как можно больше возможности сделать это там на лайте, свободно, аккуратно. Но в то же время вопросы контроля для нас, они очень важны. Также были рассмотрены вопросы проведения и общественной палаты, и политическими партами, и общественными организациями ряда проектов, помощи там малообеспеченным семьям, многодетным семьям и так далее. Поэтому в этом ключе, безусловно, такие встречи полезны. Они определяют путь, вектор. Ну и, соответственно, нам надо общаться. Поэтому, друзья, с вами был Роман Томоев, общественная палата. Всем респект. Сегодня состоялось очередное заседание штаба, общественного штаба по мониторингу и наблюдению за ходом выборной кампании 22-го года. Значит, у нас 88 будет избирательных кампаний местного уровня, все они, начиная с самой большой, это на территории нашей столицы, город Кызыл, и заканчивая условно Мангун-Тайгой, да, скажем так. Сегодня на нашем штабе мы с теми партиями, с которыми у нас подписаны соглашения о сотрудничестве на этот период выборной кампании, обсудили основные изменения законодательства по выборной избирательной кампании и для себя определили реперные точки и точки риска, какие могут быть во время этой избирательной кампании. Определили основные моменты взаимодействия и сотрудничества. Продолжение следует...